Мероприятия программы «Прощай, Масленица» проходили сразу в нескольких точках города над Бугом. Одна из них – площадка перед памятником Тысячелетия Бреста. Здесь звучала музыка в исполнении духового оркестра под руководством Валерия Коваля. На дворе февраль, снег и мороз. В то, что настал переходный период от зимы к весне, пока верится с трудом. На два лагеря во мнениях разделились и те, кто пришел в парк культуры и отдыха. Большинство считает, нас еще поморозят. Однако были среди участников праздника и те, кто уверен, до теплых дней буквально подать рукой. Я думаю, что еще рановато. Обычно даже сады цветут, прекрасное время года, и заморозки. Упадут эти завязочки. Это конец зимы, начало новой жизни, начало весна, начало всех начал. Весна уже придет, потому что петух, наверное, напился воды. Пивень воды напеться. Прохладная погода – не повод оставаться дома. Теплая одежда, подвижные игры и горячий чай всегда готовы прийти на выручку. Много на празднике было и совсем юных брещан. В полном составе, к примеру, в парк встречать весну пришла семья Котюба. К слову, Масленица – праздник для них символичный. Именно на Масленичной неделе, пять лет назад, Виталий и Елена, встретившись, решили больше не расставаться. Раньше мы у бабушки все время праздновали, а сейчас уже перешли в город. Ну, как бы, программа хорошая, программа каждым годом увеличивается, все завлекает людей. Провожая Масленицу в парке активно танцевали. Пели песни и участвовали в многочисленных конкурсах. А еще с нетерпением ждали важного момента. Жечь чучело Масленица – значит приблизить приход весны. Вспыхнул важный атрибут праздника – бодро. Тем, кто стоял совсем рядом, могло даже стать жарко. Одним словом, брещане и гости областного центра зимой уже попрощались. Несмотря на календарь, осторожные прогнозы синоптиков. Масленицу провели, блинов наелись, можно и весну встречать.